ФАБ Маянга. Во всех отчетах прозвучало о том, что произведен ремонт, но это не решило основную проблему. ФАБ не прибыл годен к использованию, принимать граждан там невозможно. Насколько я знаю, принимаются граждане ТК Культуры, но там тоже происходит сейчас ремонт. И как быть сельчанам? В их, как бы, они предлагают отремонтировать всего два помещения там смежных, в самом ПАЧе, пока там начать прием. Насколько это возможно и какие пути решения сейчас есть? Вопросы ко мне или к Татьяне Георгиевне? Ну, скорее всего, наверное, даже ко Овсянику. Можно ответить? Да, конечно. По селу Маянга. Согласно программе модернизации, был проведен первый этап ремонта данного ФАБа, то есть земляные работы, укрепление фундамента. Теперь требуется косметика. На сегодняшний день Балаковской районной поликлиникой проведен составленный проект дальнейшего ремонта и направлено ходатайство в адрес Министерства здравоохранения о выделении средств на завершение ремонта. На сегодняшний день мы ждем ответа от Министерства здравоохранения. Администрация района также ходатайствовала о выделении данных средств. Надеемся, что мы это средство получим и ремонт закончен в течение этого года. Ну, Надежда, это хорошо, а сейчас в течение года где жители-то принимать в итоге? На сегодняшний день принимается во Дворце культуры. Как только мы закончим у себя, будем поэтапно двигаться, как только помещение подготовим у себя, будем делать поэтапный ремонт на ФАПе и переезжать туда по мере проведения ремонта. Как мы уже сказали, у Дворца культуры тоже начался ремонт. Вы же оттуда медиков тоже сейчас выгоните. В итоге где принять? Пока что в тех помещениях, в которых мы находимся, ремонта нет. Понятно. Второй вопрос тоже по зданию филиала детской поликлиники на Минской. Стены все в трещинах, там просто ужасное состояние. Вот для сравнения, с торца находится станция переливания крови, видно, туда деньги выделяются, и фасад отремонтирован, там внешний вид даже по-другому выглядит. А здесь огромные трещины на здании, вот сколько лет я хожу с ребенком туда, они только увеличиваются, какие-то, ну, по укреплению фасады, может быть, работа предусмотрена, нет. На сегодняшний день филиал детской поликлиники на Минской в программу модернизации не включен, однако проводятся работы по проектно-сметной документации для включения в программу модернизации. Нужно доказать, что здание имеет не менее более 40% износа, тогда мы будем проводить работу по включению в программу модернизации реконструкции данного помещения. На сегодняшний день те помещения, где проводится прием, соответствуют санитарному требованию, а вот та часть здания, которая не используется, да, там действительно требуются значительные капитальные вложения, но пока в программу это не вошло.